Всем привет! Сразу же показываю функцию, которую нашел в своем телефоне и снимаю это видео сразу же на него первоначально потому что сейчас на улице 5 утра, 30 минут 5.30, правильнее сказать я вот в такой вот темени в такой вот темени и безлюдности стартую на съемке кажется, что косоглазый, потому что я смотрю вот сюда на экранчик и чтобы не споткнуться а камера сбоку ну, функция интересная посмотрим, как она покажет себя в дальнейшем спускаюсь по метро сейчас позже увидимся хочу показать, пока не зашел с какими я рюкзаками с двух сторон в общем-то тяжеловатая работа рано вставать и идти куда-то на съемки ну, что же делать работы легкой вообще не бывает ездят только одни такси второй раз только в такое время нахожусь на улице один раз я просто возвращался в это время а сейчас я только еду куда еду, сейчас расскажу вот такой вот вид на Марину сейчас я двигаюсь к своему автомобилю для того, чтобы двинуться в дорогу дорога дальняя, как поется в песне аж 320 километров от этой точки до нашей конечной точки это район арабских эмиратов рядом с саудовской аравией сейчас подойдем к машинке загрузимся и в путь вообще всегда поражало то, что именно ночью здесь в основном и работают люди одни только рабочие находятся на улице плюс, конечно же, спят нету смысла сейчас в такое время куда-то выдвигаться вот наше транспортное средство на которое мы поедем машинка достойная я думаю, что надеюсь она нас доставит куда надо итак, вот этот вот отельчик The Harfa Beach Hotel куда мы поедем с вами результат у нас один-единственный и пишет, что отсюда 271 километр если посмотреть по карте то это вон мы машинка а это рядышком с Саудовской Аравией находится этот отель поехали ну 331 километр как я вам и говорил в принципе отсюда все, на старт внимание поехали вау и что это объезжаем прикольно да, ну тут тоже можно такое плана увидеть на самом деле да, на днях на днях я ехал здесь из-за песков движения почвы и такой сильный провал асфальта был я так думал блин, только бы не я туда угодил в конечном итоге вот я что я что включил камеру-то вон смотрите какой город красотень вообще на рассвете красотень то есть рассвет и закат это два золотых вообще времени для видео фотосъемки имейте ввиду если вы захотите увидеть красивый город запечатлеть его качественно хорошо на кадрах то используйте время в данном случае с 6 до 7 утра и следующий этап когда вы должны выходить на охоту по заснимками это время с 4 до 7 вечера до 7 Красивый рассвет. На улице светает, уже 7 часов, мы в дороге. Очень приятно, в принципе, в такое время и двигаться, потому что наслаждаешься вот именно такими пейзажами, видными природой, это красиво, классно. Так как освещение уже получше, я спокойно могу рассказать о цели нашего путешествия. За бортом сейчас 15 градусов, утро, 7 утра. На улице такая дымка, что, ну, в принципе, как у нас, туман, очень такая плотная, густая дымка. Вот такой вот туман на улице, как вы видите, достаточно густой и очень такой плотный на самом деле. Давно я такого здесь не видел. Видно очень контровая температура ночами и днем. Сейчас на улице 15 градусов, днем 28. И из-за этого, как видите, на влажных территориях, где наиболее увлажненная территория, возникает такой вот эффект природный, как туман. Двигаемся мы за скоростью 120 км в час. Так как здесь эта скорость разрешена на этом участке дороги, все хорошо, погода замечательная, природа красивая, рассвет, все класс. Единственный минус, конечно, в данном этапе нашего путешествия, это то, что нет круиз-контроля. Я не знаю, почему Ягуар, почему, скажи мне, почему нет круиз-контроля Ягуар. Я не знаю. Мы уже преодолели достаточно длинный промежуток пути. Подъезжаем к Абу-Даби, где начинается красивое здание. Вот сейчас выплывает вид на здание таблетка, которую я фотографировал. Здесь недалеко, возле него был я в отеле, снимал фотографии, видео. И вот это вот здание, такая интересная достопримечательность по дороге к Абу-Даби. Это здание, еще раз повторюсь, называть по-разному. Даже конкурс делал очень много названий. Люди придумали. Это и таблетка, и монета, и фишка. Я даже не знаю, хотите внизу в комментариях напишите, как вы представляете вот это здание, в каком виде оно для вас актуально. Я думаю, что все это связано с какими-то своими ассоциациями у каждого. Это красивое и интересное сооружение, офисное в основном. Вот такое вот оно. Само по себе сейчас мы займем другую полосу для того, чтобы вы могли увидеть, что оно нереально плоское. Нереально плоское. Не знаю, как можно было построить такое сооружение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли вы, видели его, и как вы считаете, какое название следует ему дать. Навигатор нам показывает, что нам скоро надо будет свернуть немножко в сторонку, чтобы не попасть в Абу-Даби. Поедем по другой дороге в объезд, потому что мы продолжаем двигаться дальше. Осталось 235 километров. Окей, куда же я направляюсь? В данный момент я еду по дороге на Абу-Даби, в сторону Саудовской Аравии. Нам надо преодолеть 330 километров пути, так пишет навигатор, для того, чтобы попасть в The Half Beach Hotel. Из названия понятно следующие два момента, что это пляж и отель. Там мне предстоит поработать плотненько в течение двух суток. Очень много фотографий сделать для этого отеля. Не думаю, что это будет отдыхом, потому что я буду снимать и для вас, и для отеля, и видео, и фото. Я не представляю, как этот период жизни пройдет. Но, в принципе, достаточно приятно то, что это отель. Так что там должны кормить, показывать красивые номера. Оставайтесь с нами. Смотрите. Не переключайтесь. Надеюсь, сейчас откроется красивый вид на город. По крайней мере, здесь вообще красотень. Да. Ну, города здесь не видно. Далековато. Мы едем в объезд Абу-Даби. Ограничение скорости в 30 км в час на этом медленном участке пути. Я, в принципе, могу спокойно вам рассказать небольшую информацию. Значит, мы сейчас поворачиваем от дороги, ведущие на Абу-Даби в сторону Алейна. Алейна – это такой городок, очень зеленый, примечательный тем, что на нем... Вау, прям на рассвет. Солнышко в глаза. Sorry. Примечательный тем, что там находится очень красивый большой зоопарк. Это вообще очень зеленый городок. И я вам советую, если вы приезжаете на длительный период в Арабские Эмираты, или вообще живете здесь, и у вас есть семья, или вы просто интересуетесь какой-то такой интересной жизнью здесь, то просто советую вам, съездите. Съездите, обязательно посетите город Алейн. Там зоопарк, там гора, самая высокая, которая считается здесь самой высокой. Ну, на самом деле, для меня она была очень маленькая, но здесь она считается очень высокой. Там даже есть серпантин, кто не был в Испании, или в каких-то горных местностях, ему будет очень интересно проехать по горной дорожке. То есть, потратьте день, съездите в Алейн, побудьте с семьей, проведите замечательное время, зоопарк и подъем на гору я вам просто рекомендую. Ну, вот какое интересное здание. Здесь увидел, решил его снять на память. Не знаю, что это. Если вы знаете, напишите. Торговый центр. Большой торговый центр возле Абадаби. Я приостановился, чтобы прочитать. Это Далма Мол. Сейчас обгоним эту машинку. Я просто хочу сказать, что уже потеплело. На улице 20 градусов. Приятные эмоции. 13 декабря. Тепло на улице. И даже вот этот вот туман, он очень интересен. Как рассвет, туман, романтика, тепло. Я преодолел половину пути до городка Рувайс. Я до этого даже не знал, что за городок, где он находится, что такое, но почитал. Потому что тот отель, в который я направляюсь, это Дхарфа, Бичархотель, он вообще находится между Абудаби и между Дохой. Доха – это султана Катара, городок, основанный в Катаре. То есть, если люди просто перемещаются по этой дороге и необходимо остановиться, то они останавливаются в этом отеле. Или люди, которые приехали на работу или в командировку в Рувайс, то они обязательно остановятся в каком-то из ближележащих отелей, а их там не так уж и много. Что же за городок Рувайс? Рувайс – это городок, который находится в 250 км от Абудаби, западнее, к Саудовской Аравии. И в этом городке, основанном в 1970 году, в основном нефть и газовая промышленность, разработка, переработка. То есть, там, можно сказать, город, основанный для работы именно в этой отрасли. То есть, предприятие нефть и газа. Так что, для жизни я не думаю, что он хороший, а вот именно для бизнеса, для работы. Почему нет? Приезжайте, останавливайтесь. Милости просим. Странный участок дороги мы преодолеваем. Тут постоянно то туман, видимость метров 10-15, то вот эти вот ремонты, то лежачая вот такие вот музыкальная дорожка. Я ее называю, такие маленькие лежачие полицейские, которые предупреждают о снижении скорости. Хотя здесь допуск 110 км, но временные знаки стоят в ограничении 80 км в час. Облагораживают территорию, здесь ставят пальмочки, они все пронумерованы, все четко. Я думаю, что всегда, всегда это происходит очень быстро в Арабских Эмиратах. То есть, они огородили все за буквальный месяц. Сделали огромный промежуток дороги. И все, и пользуйтесь, пожалуйста. У нас осталось мало топлива, потому первая же заправка нам очень необходима для того, чтобы пополнить запас топлива на дальнейшую дорогу. Маленький такой лайфхак. Вы, кстати, вот сейчас наблюдаете уже туман опять, о чем я говорил. Значит, маленький такой лайфхак. Если вы приехали в Эмираты, если вы взяли в аренду автомобиль здесь, или только начинаете как бы становиться водителем здесь, обязательно, если у вас снизилось меньше четверти бака, заезжайте на заправку. Очень дальнее расстояние между заправочными станциями, и это просто необходимо, чтобы вы заполняли полный бак после четверти остатка. Вот какой туман, не видно ничего. Я сейчас снижу скорость. Странная, странная дорога. Интересная, романтичная, но я думаю, что вам понравится. Если нравится вот такой вот маршрут, ставьте лайк. Что за отель? Какая в нем инфраструктура? Какие там есть развлечения? Какое питание? Что там вообще в нем находится? Я постараюсь рассказать вам более подробно, потому что, мало ли, вам интересно именно какие отели в Арабских Эмиратах, как они выглядят, что там есть. Или вам хочется сравнить, или, может быть, вы будете направляться в Саутовскую Аравию, или в Катар, наверное, на машине для того, чтобы попутешествовать. Ну и вам придется сделать остановку. Смотрите, не переключайтесь. в следующем блоке информация об отеле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова